Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Саутен Санкчуария, и да, действительно, я пропустил одного босса, и я пропустил не только одного босса, я пропустил пару вещей, возможно, я не всё знаю, что я пропустил, но как минимум я хочу сейчас свалить туда вроде бы, по-моему, туда, и пойти найти одну вещь, которую я пропустил, которая не босс, и босс, которого я пропустил, это действительно опциональный босс. Про которого я знал, и он находится в склепе тоже, так что надо будет склеп как-то подробнее обыскивать, я не уверен, где именно в склепе, но где-то в склепе, ну, а пока что я пойду в эту сторону, тут я пропустил одну тоже довольно интересную вещь, а дальше вроде бы... Или нет, это уже босс, или это ещё не босс? Нет, это ещё не босс. Стоп, 380 это с огнём, или это просто так? Вот, я это их ваншотит, это главное. Приказы лорда. Окей. Да, вот этот я пропустил. Упс, нет, это делается не так определённо. Тут, по-моему, да, тут светилище, так что я могу здесь отдохнуть, пожалуй, чтобы, если что, если я упаду оттуда и умру. Нет. Тайминг нужен правильный. Сейчас, возможно. Да. Так. Опс. Ну, сойдёт. Сюда я забрался. И дальше ещё куда-то забираться. Там платформа? М-м-м. Окей. Замороженная реликвия. Упс. Ну, да. Это, наверное, будет довольно сложно. В общем, нужно забраться туда куда-то далеко вверх. Там секретная... Секретная вещь. Ну, попробуем ещё раз. Окей. Ну, это легко пока что. Это... Упс. Нет, это не очень легко уже. Где-то потерял 75 тысяч соли, но здесь же, наверху. Но 75 тысяч, это не критично. Это я здесь по пути набрал, наверное, с врагов. Или, может, у меня там какие-то копейки были. Нет. Окей, надо правильный тайминг. Когда она исчезает, надо начинать прыгать. И с правильной высоты. Окей. Окей. Так. Хринь, где нафиг. У меня ещё отравило, но это слабый яд. Очень слабый яд. Так, окей. Здесь я теперь знаю. Там появляется верхняя платформа, и с неё нужно прыгать влево. Длинным прыжком. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Готово. Готово. И я попал в святилище в новое. Это святилище огня и неба, или что-то подобное. Что ты мне расскажешь? Да, хранители огня и неба. Это маги местные, самые крутые. Проблема в том, что их святилище очень поздно в игре. То есть, это, по сути, мне... После этого момента кого нужно убить? Ведьму. Архитектора. Дракона. И финального босса. То есть, за четыре босса до конца игры. Это святилище доступно. Ну, плюс опциональный, конечно, всё-таки. В общем, это местный маг. Он мне не будет продавать магию, пока я с ним. Да, пока я не вступлю, он со мной вообще ничего не будет делать. Ну, ладно. И здесь каменный гайд. И здесь крыша. На которой сундук? А, огненный. Огненная книга. Ну, это делается явно не так. Но это явно выход отсюда. Я паду вверх там. Я видел то место, куда это приводит. В общем, в этом, в этой религии и в сплендере, то есть, в тех чуваках, которые золотые и вся, в этих двух религиях доступно самое-самое крутое заклинание в игре. Драгонфаер. Окей. Ну и да, здесь я уже был. Я видел этот спуск. И я туда не прыгал. Понятно. А эти мне дают какие-то интересные бутылки. Ну, я не знаю, что они будут давать на более высоких уровнях. Но это и не важно. Окей. Теперь поехали. Доступно у меня что-нибудь где-нибудь? Да, в крипт у меня доступен. Поехали в крипт. Здесь где-то я пропустил целый кусок локации. Не уверен, где именно. Возможно... Я даже не знаю. А, возможно там. Скорее всего там. Кусок локации с боссом. И после этого у меня останется только фин... Ну, из важного, наверное, у меня останется только финальный босс. Возможно, я еще какие-то секретки пропустил, конечно. Их в игре, наверное, много. По крайней мере, из того, о чем я точно знаю, у меня останется только финальный босс. Окей. Падать надо аккуратнее. В принципе, наверное, можно сделать вот так. Нет. Не так. Ну ладно, тоже вариант. Эти сколько там? 120 соли вообще роли не играют, так что пофиг. Я их теряю и хрен с ним. Ну, а хотя бы теперь знаю, куда мне идти. Я ведь все еще не уверен, как именно туда идти. Ну, сейчас разберемся. Окей. Да, какого хрена? Как-то эти прыжки кривовато работают. Ну, или я что-то делаю неправильно. Потому что когда я в прыжке это делаю, я как бы перестаю падать, правильно? Когда я там это два раза сделал, то есть что, когда я пытался в левую сторону спрыгнуть, что я сейчас, когда пытался спрыгнуть, я продолжал падать. Возможно, если я... Нет. Если я держу вниз, то тоже ничего такого не происходит. Где нафиг летучая мышь? То есть мне определенно нужно сюда сначала? Да, вот так, наверное. Я надеюсь, здесь есть какой-нибудь шорткат, чтобы я мог сюда снова забраться. Без всех этих проблем. Нет? Стоп, что там было написано? Свет твой друг. Ну, видимо, это так. Меня советуют спрыгивать туда, где не лампы, а свечи есть. Ага. Слева, потому что тут свечи есть. Определенно. Далеко направо. Ага. Интересно. Жемчужина. Тоже интересно. И... Босс. Ну, посмотрим. Если что, у меня есть бараш. Который пока что очень хорошо боссов убивает. Да, трио. Это... Та самая троица, которая боги. Забытый король, забытый рыцарь и забытый... Кто там третий у них? Жрец? По-моему, жрец. Упс. Окей, я думаю, жрец очень хочет свалить мои магии. Раз он такой летающий. И стреляющий со мной дящимися выстрелами. Подвести поближе, а? Отлично. Окей, минус один. Остальные двое милишное. Так что с ними, наверное, должно быть меньше проблем. Окей. По-моему, король получает больше урона. Упс. Окей, король готов. И остался только рыцарь. Ну, они, на удивление, не суперсложные. Особенно, если первым зафокусить мага. Кто он там, жрец или маг, или кто. То остальные убиваются довольно легко. И я получаю за это... А, судья. Судья третий. Я получаю за это уши. Теперь из них я могу сделать себе еще всякого оружия. И они охраняли еще одну жемчужину. И все, тупик. Как отсюда теперь выбраться? А, видимо так. Определенно, видимо так. И куда я этим попаду? Я этим попаду. Куда-то обратно. А, сюда. Ну, по сути, да. По сути, куда-то обратно. Так, ну, я использую рог, опять же. И поеду смотреть, что делается из этих всех. Допустим, зекурат. Так, минуту. Окей. А, стоп, это... Да, это святилище трех. Ну, исправим. Теперь это не святилище трех. Теперь это святилище одного. Из кого-то из них делается меч, я знаю. Только, возможно, это двуручный меч. А, да. Двуручный меч как раз действительно из них и делается. Из рыцаря. Меч строится. Он хуже, чем... Чем... Шарфрихтер. У него базовый урон выше. Но у него очень хреновый скейлинг. Или нет? У него не хреновый скейлинг. У него S тоже скейлинг, но он хуже. Просто. Так что нет. Из... Еще одного делается Альбарда. С хорошим скейлингом от... От мудрости и от Декса. Ну, в принципе, вариант, наверное. Из третьего делается... Не посох, не жез... Не жезл, вроде бы. Тогда что? Что делается из третьего? Молоток, возможно, какой-нибудь. Или... Не, ну не копье. Из судьи копье. Из короля. Что делается из короля? Я не знаю, что делается из короля. Что-то делается, наверное. Лук, может быть? Вряд ли. Кнут, может быть. Тоже вряд ли. И не меч. Это не тот король. Это сушеный король. Может, все-таки тоже поляром какой-нибудь? Нет. И не одноручный топор. И не двуручный топор. И не кинжал. И не посох. И не пистолет. Я не знаю. Что-то из него делается, наверное. Может быть, щит какой-нибудь. Не уверен. Вроде тоже нет. Чего у меня не хватает из типов оружия? Кнут у меня есть. Меч у меня есть. Хаммер у меня есть. Акс у меня есть. Копье у меня есть. Арбалет у меня есть. Лук у меня есть. Двуручный меч у меня тоже есть. Кузнец. Скажи мне, чего мне не хватает. Ты кузнец? Нет, ты не кузнец. Ты лидер. Почему ты не кузнец? Почему я вообще в этом светилище? Ладно, хрен с ним. Что ты делаешь из этого короля? Я не уверен, что. Ну, поехали качать дальше магию, наверное. Ладно. И поехали. Да проходить игру. Так, куда там нужно было? Да. Потому что теперь реально остался только финальный босс. Я не уверен, есть ли перед ним локация вообще. Ну, в том плане, что, естественно, там есть локация. Но есть ли на этой локации всякие враги и прочая подобная хрень, я не знаю. Окей. Стоп. Стоп, а внизу что? Я там был? Я не помню. А, внизу просто другой проход туда. Не через мелкий шрайн. Ну, надеюсь, я найду светилища до того, как я найду босса. Здесь. Что-то все такое перевернуто. Приказы короля. И потолок. А справа... Тоже ничего вроде бы нет. То есть вниз это... Единственный путь? Нет, вроде бы сюда я еще могу забраться. Я определенно сюда могу забраться. И это мелкий шрайн. Ну, сойдет. Там еще одна платформа? И там еще одна платформа. И там еще одна дверь куда-то. А, нет. Нет. Дверь вниз, видимо. Насмерть. Я не могу туда допрыгнуть так. Что? Как? Как туда попасть? Двух дэши не хватает, а третьего уже нет. Я могу только два раза дэшиться. Не касаясь земли. Упс. Упс. Окей. Нигде больше никаких платформ нет. Мне нужна платформа надо мной, чтобы я туда мог забраться. Или так. Окей. И куда это меня приведет? Ха. Куда-то. Однозначно куда-то. Серая жемчужина. И подъем. Падать опасно. Назад будет опасно. Обратно. И. Где я теперь? По-моему, я знаю, где я теперь. По крайней мере, я здесь был, судя по подобранным предметам. Я не уверен, куда я сейчас выйду. А, сюда. Да, понятно. Все ясно. Все ясно. Окей. Это было довольно бессмысленно, опять же. О, я выжил. А, еще один сундук. Еще одна жемчужина. Незаметные сундуки. Ладно, пофиг. Я не буду подбирать обратно свои вот эти там, сколько, 15 тысяч соли. Это, в принципе, один левел. Но. Один левел, это не критично. Как бы, что он мне даст, единичку силы или магии. Это мне не сильно поможет. Так что поехали вниз, наверное, в сторону босса. Там был предмет. Правильно. Здесь был пол. Здесь тоже был пол. Стоп. Показалось, что здесь какой-то сундук или что-то подобное. Окей. И окей. Да. Ну. Привет, босс. Ага. Ладно, страницу я применю. Безымянный болг. Упс. О-о-о-о-о-о. Понятно. Я не сразу понял, что происходит. Ну, теперь я понял, что происходит. Я умираю, вот что происходит. Бежать до него далековато. И это падение в начале боя, которое тратит жизнь. По-моему, его можно избежать. Сейчас проверим, когда я добегу туда. По-моему, я просто слишком далеко спрыгнул. Ну, хотя бы, да, по пути ничего нет. Никаких врагов. Так что бежать безопасно, но просто долго слегка. Что, в принципе, тоже не очень хорошо. Особенно, если это сложный босс, и мне придется много сюда бегать. Нет, все-таки получаю я урон, гарантированно. Может быть, можно его слегка избежать каким-нибудь там дэшем или чем-нибудь подобным. Упс, нет. Я нажал еще раз у ворот перекат. Не знаю, почему я не перекатился. Ну, окей, еще одна попытка. Еще одна попытка. Нет, все равно я получаю целую кучу урона. Урон я ему нормально не нашел. Он мне, в принципе, тоже. В этом основном проблема. Опс. Ну, я заранее вылечился. Ау. Что же они так любят такие вот атаки, от которых хрен вернешься? Четырех ударная комбо. Упс. Так, нет, нельзя быть впереди. Когда он кидает свой меч, надо обязательно ему за спину перемещаться. Ну, или уходить дальше. Упс. Да, блин, почему я ударил не в ту сторону? То есть, как бы я перекатился, а... ...вправо держал влево и атаку, но почему-то ударил все равно вправо. Ну, возможно, я слишком поздно нажал влево. Ну, почти. Причем даже без имбовой магии. Я думаю, если я достану свой огненный бараш, он отвалится за несколько секунд. О, я сюда упал. Ну, пофиг. Не потратил жизнь на это, и... И хорошо. У меня есть где еще жизнь тратить на падение. Так, лучше. Заранее выпить бутылку. Мне, наверное, имеет смысл эквипнуть... А, черт, это эта хрень. Эквипнуть кольцо, которое уменьшает ранение. Упс. Да, блин, граб этот. А, в принципе, так работает. Вот так. Уворачиваться от этой атаки. Возможно, так же надо было и от дракона уворачиваться, от его дыхания. Вау. Что это было? Вау. Да, блин. Чардж, не сюда. Нет, это не чардж. Это не то, что от тебя требовалось, чувак. Да? Как? Как? Окей. Готов. Ну, прикольный босс. Довольно сложный. Если бы арена была немножко более светлой, то было бы лучше, наверное. О, да, там проход открылся просто. Но, да. Босс прикольный. Пойду-ка я покажу, по крайней мере, что делается из этого босса. А потом я еще раз сюда вернусь. К сожалению, здесь не было святилища полноценного. Так что возвращаться будет довольно долго и неудобно. Кузнец, дай мне... А, нет, ты не продаешь мне двуручные мечи. Черт. Из него, по-моему, двуручный меч делается. А свой шарфрихтер я не хочу переделывать. Но из него делается, да, вот этот вот клинок зависти. Наверное, он может быть лучше для квалити билда. То есть, если у меня и силы и декса много, у меня сейчас силы как-то сильно больше, чем декса. Так что, увы, дамаг падает, причем довольно заметно, правильно? Да, ну, 125-112, это не то, что прям супер заметно, но заметно. Увы. Я все еще не знаю, что делается из... Из этого. Который не судья. Забытый. Потому что из судей делается полиарм. Опять же, из рыцаря делается... Меч. Из короля делается... А! Арбалет. Почему я до этого не видел? Не, это не... Блин, опять же, это не тот король. Из короля делается хреново знает что. Так. Что у самого короля было? По-моему, у него какая-то... Дубина была или типа того. Могли бы одноручный меч сделать. Ну ладно, не важно. Дубина из него тоже не делается, естественно. Вообще, есть кусок этого короля. Да. Там мне три уха дало вообще. Да. Короля. Ну окей, хреново знает. В общем, поехали обратно... Смотреть концовку. Можно еще пару уровней взять, наверное. Не знаю зачем. Но можно. Ну и да. Раз уж я взял... Упс. Раз уж я взял пару уровней, можно их и потратить, наверное. Не знаю там. Так. Все равно я ничего более в меняемого не смогу взять. Нет, не в эту сторону. Да. Хватит цепляться за стены. Когда это не нужно. А, урон. Что же я буду делать? Просто пойду дальше. Вау. С одного... С одного темного чего-то там. Я постоянно забываю, как оно называется. Дарк Рич. А, нет, это... Это не то, где я хочу быть. Это больше похоже. У меня есть... Соли на еще один левелап, но... Негде. Возвращаться я не хочу. Нет, все-таки эти бутылки... Бутылки этого Ковенанта... Ну, Ковенанта. Этой Веры. Они абсолютнейшая имба. Без них я бы, наверное, намного больше проблем имел со всеми этими боссами. Потому что они... Не знаю, обнуляют они или просто сильно понижают дефенсы, но они понижают дефенсы. Причем, по-моему, все дефенсы. Так что, получается, те враги, у которых там дофига защиты к огню, например, я просто беру и убиваю их огненной магией вообще без проблем. Ну и особенно это, конечно, заметно на тех врагах, у которых высокая защита к физике, вот те вот рыцари, которые были перед архитектором, в котором я, по-моему, наносил что-то типа там 10 урона без бутылки и 150 под бутылкой. Неплохое такое увеличение урона. Наверное, имело бы смысл перед этим... Ну, нет. Если играть магом, то имеет смысл, наверное, перед тем, как вступать в предателей, вступить перед этим в... Либо орден... Не орден, а этих, которые там... Keepers of the Sky and Fire, или как он там... В общем, огня и... Огня и Неба. Или в Сплендеров, и взять Dragonfire, самую крутую магию. Мне надо туда спрыгнуть или мне не надо туда спрыгнуть? Насколько я знаю, если с ним поговорить, то это будет финал уже. То есть концовка. Посмотрим. Или, возможно, всё-таки надо было с ним сначала поговорить? Или это просто выбор концовки? Типа спрыгнуть одна концовка, поговорить другая концовка? Видимо, так. «Апитальчик» «Ука» «Ука» Продолжение следует... Ну, окей. Как-то так. По идее, вот эта поэма в конце, она меняется в зависимости от того, в какой я верю. Ну и в зависимости, там есть две концовки, я это знаю. По идее, тогда получается, если поговорить с этим пугалом, то это вторая концовка. В общем, у каждой концовки и у каждой веры своя поэма. Но кроме этого ничего не меняется, вроде как. Ну, то есть как, две концовки, и поэма зависит от этого, от веры еще. Ну и, в принципе, все. Я пропустил пару вещей. Я, например, не закончил сторилайн. Скажем так, сторилайн того этого мага, который мне дал возможность дешиться в воздухе. Мне нужно было вернуться в самое начало игры, по идее, там с ним еще поговорить. Ну и еще всякие подобные вещи. То есть я не со всеми NPC не везде поговорил, я уверен. Но, тем не менее. Игра классная. У нее есть минусы. Дизайн некоторых боссов не очень. Дизайн некоторых локаций, может быть, не очень. То есть вот эти вот шорткаты, которые просто бессмысленны абсолютно. Подобные вещи. Мне не очень нравятся местами. И, в целом, левел дизайн, он интересный в том плане, что, да, оно все соединенное, но он немножко перегруженный. То есть оно все слишком соединенное, и получается, что хрен знает, куда идти. Проходы непонятно куда ведут. То есть я пропускал кучу проходов просто потому, что их слишком много доступно. Я иду в какой-нибудь там один и забываю, что еще один был там 10 метров назад. В этом плане левел дизайн немного так перегружен. Ну и карты очень не хватает в игре. То есть если бы в игре была эндгейм-карта, как во всяких кослеваниях, все было бы намного удобнее. То есть намного проще было бы понять, что вот я там был, но не нашел там, скажем, не обследовал полностью вот ту комнату, если она там не полностью открыта на карте. А здесь я даже не знаю, в каких местах я до конца был, в каких местах я не до конца был. Даже не учитывая секретов. То есть может я в какой-то локации просто какую-нибудь дверь пропустил, потому что я туда не пошел, и все. В общем, не ясно. В этом плане отсутствие карты немножко напрягает. Но в целом игра мне очень понравилась. Это очень хорошая метроидвания. Это достаточно интересная игра в том плане, что она берет механику из Dark Souls, да, но она ее достаточно интересно использует местами. То есть вот эти вот веры, это один интересный элемент, то, что как я свою соль получаю обратно после смерти, это очень тоже хорошо сделано по сравнению с Dark Souls. То есть тот факт, что на боссе нужно просто нанести какое-то количество урона этому боссу, чтобы получить себе соль обратно, вместо того, чтобы бегать, подбирать свои души в Dark Souls, что всегда меня бесило. А что еще? Ну, скилл 3 и вот эта вот фигня, мне, в принципе, я не против такого. Мне нравится, в Dark Souls, естественно, такого нет, но это, собственно, другой просто элемент. Мне нравится, как оно здесь реализовано. Магия немножко имбовато, совсем немножко, при том, что я еще не нашел самое крутое заклинание, вроде как, которое еще круче. Но магия, она, с одной стороны, немножко имбовато, но, с другой стороны, она столько стамины жрет и настолько понижает максимальную стамину, что, как бы, если не билдится чисто в мага, то только на боссах ее получается доставать, потому что на обычных врагах она очень быстро кончается. Еще вот очень интересная эта механика с апгрейдом святилищ, то есть, ну, с апгрейдом вер, скажем так, то есть то, что я могу выбрать, что мне, там, больше бутылок или больше бутылок стамины или какие-то дополнительные элементы, и они зависят от моей веры. Вот эта вся механика мне очень понравилась. И вся эта часть. Сюжет, лор и прочее я не на 100% особенно следил, конечно. Ну, в целом, оно выглядит интересно, но оно выглядит очень, как бы, так сказать, по-графомански. То есть, как в каждом, в описании каждого мяча, там, две страницы текста, это многовато. И с каждого монстра падает его родной кусок, в котором еще две страницы текста. И на каждом point of skill 3 по две страницы текста, и еще там везде по две страницы текста. То есть, на каждый предмет наведешь, там две страницы текста по лору. Это как-то много То есть, если, опять же, сравнивать с Дарком Там Этой вот сюжетно-лоровой информацией Ее выдается просто минимум Там, не знаю, две строчки в каждом предмете А в половине вообще нет То есть, если посмотреть описание какого-нибудь там лонгсорда В нем будет написано, что это длинный меч Все Ну, может, в лонгсорде конкретно что-нибудь еще написано Но никакой особой сюжетной информации Большей части обычного оружия Там не подается А здесь просто в каждом предмете Куча текста Ну и, в общем-то, да С управлением есть некоторые проблемы тоже Но я это все уже говорил В предыдущих видео Но в целом игра мне очень понравилась Я ее определенно перепройду, когда она выйдет на PC Ну, не на видео, возможно, просто для себя И, возможно, я ее еще там До этого перепройду тоже разок или другой Посмотрю другую концовку Посмотрю там другой билд какой-нибудь С верой и с этими... с молитвами, со всякими Клирика сделать Или что-нибудь подобное, может быть Ну и, в принципе, на этом все тогда Я надеюсь, вам понравилось это видео и это прохождение Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok